Всем здравствуйте! Снова с вами Ирина с канала Огородной Посиделки. Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор электрической сушилки СУ-1. Называется она вот таким образом. Электрическая сушилка универсальна СУ-1. Хотела бы сразу предупредить по поводу универсальности. Это, как говорится, громко сказано, но обо всем по порядку. Выглядит она вот таким образом. Я вам показываю ее натуральную величину. Внизу вот такой металлический корпус. Вся она тоже металлическая. Решеточки сверху. Вот там у меня иван-чай заложен. Сейчас я его буду включать. Вот такие вот поддончики. Кажу сейчас. Так, это крышка верхняя, чтобы туда посторонние вещи не попадали. Вот такие вот поддончики решетчатые. И вот очень большой, конечно, недостаток этой сушилки. Уж сразу говорю, а потом закончим на достоинствах. Недостаток в том, что нельзя сушить измельченную траву. Пришлось ее, видите, дорабатывать. Как говорится, до ума доводить. Вот из хлопчатобумажной ткани пришлось вот такие вот кружочки вырезать, чтобы вложить в каждый лоточек. Вот. И тогда трава не проваливается внутрь. Иначе вся трава остается вот в том нижнем корпусе. Ну вот с помощью такого нехитрого приспособления из ткани, в принципе, мы ее пользуемся и для сушки мелких таких заготовок, таких как травы и так далее. Значит, ну вот, в принципе, она не предназначена, видимо, для трав, потому что вот если прочитать к ней инструкцию, то там она в основном предназначена для сушки грибов, овощей и яблок. Мы-то ее покупали первоначально для того, чтобы сушить яблоки. В позапрошлом году было очень-очень большой урожай яблок. Вот. Мы не знали просто практически, что с ними делать. Уже и варили, и сок делали, и вот сушили. Вот эта металлическая сушилка универсальная, СВО-1. Чем она хороша? Она хороша тем, что, видите, очень большой объем сразу можно высушивать. Вот так вот она устроена внутри на фотографии. Очень большой объем. Значит, площадь 7500, видите, сантиметров квадратных. Вот этим она, конечно, очень выигрывает перед другими сушилками. Сами поддоны, вот посмотрите, они такие довольно-таки объемные. Вот размер, диаметр, наверное, сантиметров 40. Может даже 50, где-то вот так вот диаметр этих поддонов. Вот. Ну и потом, за счет того, что вот эти решеточки довольно-таки большие пространства, очень хорошо высыхают яблоки, грибы. Вот такие вот, как сказать, сочные вещи, такие как яблоки, например. Да, ведь там еще и сок внутри. Вот. Но эта сушилка, она справляется. Тут есть термостат, терморегулятор вот такой вот. Значит, до 90 градусов, можно температуру, до 80, извиняюсь, можно температуру регулировать. Значит, сейчас я вам покажу, как она работает в действии. Можно управлять, то есть, режимами сушки. Ну, мы ее используем для всего. Не только для фруктов и грибов. Вот даже траву приспособила я, на ней сушу. Значит, ну и она особо так не сильно шумит. Сейчас я вам покажу, сколько она мощности берет. Значит, мощность 800, напряжение в вольтах 220, класс защиты первый, в килограммах до 7 килограмм. Она ведь и в себя вмещает. Вот этим она, конечно, выигрывает. Вот. Ну и, в принципе, можно ее доработать, вот как я сделала. Можно и травки на ней сушить. Так, изготовлена она в Челябинской области, город МИАС. То есть, это российское производство, соответствует всем стандартам. Ну, да, вот видите, наверху, если вы пользоваться будете, значит, тоже хорошего придумана автосеточка. Верхняя, если вы будете пользоваться на улице, например, сушилкой на даче, где-то будете ее подключать, то верхняя вот эта вот сеточка, она защищает от насекомых все ваши припасы. Они туда внутрь не проникнут. Ну и посторонние всяческие предметы тоже не проникнут. Смело можно ее включать на улице. Мы вот пользуемся дома. Надо сказать, что она не очень сильно повышает температуру в квартире. Вот даже вот сильную жару она как бы не особо ощущается. Я ее включаю на кухне. Включаю я практически максимальную температуру. На 70, где-то 80 градусов и ванчай сушил. Сейчас послушайте, как она будет работать. Так, мы сейчас ее включим. Вот загорается такой таймер. Показатели. Вот такой шоу. Вот так вот она работает сверху. Можно, в принципе, дома и не прикрывать, но я прикрываю, поскольку у нас куст тут бегает. Малович, он тут сюда забросит. Вот таким образом прикрываю. Вот поддончики стоят с иванчаем. Вот таким тонким слоем. Значит, его раскладывать надо, чтобы хорошо все просыхало. Ну, в принципе, вот уже нижний поддон я переставила наверх. Он уже практически готов. Еще осталось немного времени. Часа, может, два-три. И чай можно уже будет закладывать на хранение и использовать в пищу. Вот такой у меня сегодня обзор. Может быть, кому-то это была информация полезна. Всем пока!